Друзья, всех приветствую. Снова МЗАП. Меня Антон зовут. Значит, по поводу нашего Санта-Фе, по предыдущим роликам, владельцев похожих автомобилей возникла масса вопросов. Почему так получилось, что машина заехала с троящим двигателем, да? В конце концов, мотор практически разобрали. Что было изначально? Изначально владелец обратился по вопросу пропуска зажигания, да? Поэтому мы пошли с точки зрения диагностики без глобальных разборок. А в конце концов, все дошло до капитального ремонта двигателя, потому что в процессе уже проведения работ выяснилось, что этот двигатель ремонтировался неоднократно. Это, опять же, со слов владельца. В каких сервисах и как ремонтировался, он, естественно, не сказал. Но в процессе производства работ мы тоже все это выявили. Значит, по поводу электрооборудования все было проверено, определились, что это была механическая часть. Дальше начали разборку. Выяснилось, что ГБЦ неоригинальная, распредвалы неоригинальные. Самая, скорее всего, изначальная причина троящего двигателя – это установленный от другого автомобиля впускной коллектор. С клиентом согласовали съем головки и замену впускного коллектора. В итоге сейчас у нас вообще, получается, история заходит довольно-таки глубоко, потому что, как сказал владелец, ремонтировался мотор просто нанесением хода на зеркало цилиндров. И в данный момент у нас поршни просто болтаются. То есть есть прямо люфт, стук в поршневой, поэтому сейчас мы находимся в процессе согласования капитального ремонта. Вот, собственно говоря, вся предыстория. Такое бывает довольно-таки часто, когда ремонт производится в сервисах, которые не занимаются этими автомобилями, которые не знают нюансов. И можно и раз заплатить, два заплатить. И в конце концов наша русская поговорка подтверждает сама себя, да, что все, начинаем заново. Друзья, вот у нас коллектор, который был установлен на автомобиле. Значит, мы, ну, в принципе, сравнили по каталожным номерам. Это коллектор от другой модификации, в принципе, от другого двигателя. Значит, что, ну, сразу смутило, на модификации этого двигателя на оригинальном коллекторе геометрии, в принципе, быть не должно, да, изменения. Во-вторых, его, видимо, как купили, так и поставили. Прокладки окон впускных никто не менял, то есть здесь видно, что они даже прямо, ну, старые и порванные. Во-вторых, подсос воздуха, скорее всего, был и там, и со стороны вот этих всех маленьких патрубков, которые просто старые, потрескавшиеся и так далее. Вот, собственно говоря, как производили ремонт, да. То есть это изначально, скорее всего, причина того, что двигатель троил по третьему цилиндру, если мне память не изменяет. Так, вот, друзья, у нас две ГБЦ, просто для сравнения поставили. Вот эта ГБЦ у нас оригинальная, это с нашего Санта-Фе снятая, да. Тут, ну, просто не надо искать даже 10 отличий, они, в принципе, разные. То есть на этой головке никакой маркировки нету, на распредвалах никакой маркировки нету. Вот клапан фазорегулятора у нас доминант установлен. Ну, то есть двигатель собирался из того, что, ну, было, в принципе, видимо, под рукой. И дать какие-либо гарантии, что этот двигатель будет нормально работать, ну, в принципе, невозможно. Так, ну вот у нас блок, он был нанесен, поршни остались старые. То есть опять выполнен ремонт наполовину. Ну, то есть поршни вот они прямо гуляют, стучат. Ну, такого, в принципе, быть не должно. То есть зазор там такой, что никаких стуков и люфта не должно быть. В процессе согласования сейчас находится ремонт по данному автомобилю. Владелец устал просто уже и деньги платить, и ремонтировать машину. Ну, то есть сейчас согласовываем ремонт так, чтобы сделать качественно и забыть про эту проблему, в принципе, с двигателем. Всем пока. Будут вопросы, задавайте. Приезжайте обслуживаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова